Привет, Страж! Джонни Лейни на связи. Если ты нажал на это видео, значит ты либо совсем ничего не знаешь об ивенте Железное Знамя, либо решил освежить в памяти правила и узнать о нововведениях режима. Что ж, окей, постараюсь угодить всем, но по порядку. Железное Знамя или Айрон Баннер, ивент, который проходит в Дестине ежемесячно. Ивент, который был всегда. Был он и в первом году первой части, будет и в последнем году второй части. Ивент столь же любимый, сколько же и ненавистный. Но что? Что в нем особенного? Начнем с того, что это ПВП-ивент. То есть никаких квестов на тысячу убийств вексов из револьвера тут нет. Однако есть череда важных фактов, которые определяют этот режим. Сражения проходят в режиме контроль, с небольшими отличиями. На время ивента вы получаете увеличенные очки к рангу доблести. Бои в режиме проходят в составе команд 6 на 6. У вендора мероприятия вы можете получить эксклюзивные награды, а также это единственный ПВП-режим, в котором значения вашего уровня силы не уравниваются. А значит больше сила, больше ответственность. Ну что в этом интересного? Как в это играть и кому это доступно? Опять платить? Стоп! Что ты перебиваешь? Я рассказываю уже. Во-первых, да. Ивент доступен абсолютно для всех игроков. Не нужно покупать Обитель Теней или другое какое-то дополнение. Скачал, персав, качал хотя бы до 950 и вперед в город на второй ярус. Тут тебя ждет не просто Херс горы, а сам Железный Лорд Саладин. Во-вторых, интересного в этом... Да нет, есть конечно кое-что. Например, тут можно выловить очень неплохие пушки. Снайперскую винтовку Лисий Укус, например. Она в первый слот. Лови ее с быстрым прицелом и высокоточными припасами. Импульсную винтовку Волчьи Когти, скорострельный архетип, энергетический слот. Очень крутая вещь. Лови на ней любые перки, улучшающие дальность и будет тебе счастье. А можно выловить гранатомет Воронья Стая. Один из лучших гранатометов в ПВЕ для нанесения урона по боссам. Но это при условии, что у вас получится найти экземпляр с перками гранаты Шипы и быстрый пуск. Кроме этого, в арсенале мероприятия есть другие пушки на любой вкус. И все они эксклюзивные. Так что для коллекционеров, например, или для любителей поискать личную мету, самый кайф. С каждым сезоном в Железке обновляются сеты брони. В этот раз они выглядят так. Ну вы только посмотрите на этого красавца. Весь вот этот вот сет, вот это шик. Ну как такую красоту не хотеть получить себе? Я не понимаю. Просто таки хочется наброситься на этого охотника, раздеть и забрать шмот себе. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Ну или нет. Чтобы выбить этот сет, тебе нужно завершить простой квест. Среди его этапов увлекательное задание от создателей. Убивай стражей из импульсной винтовки и убивай стражей из плазменной винтовки. Кстати, в квесте прошлого баннера, баннер это так называют этот ивент бывалые игроки. Если ты новичок, можешь врываться в чате с фразой на баннер Тима плюс 5 лайт 960 плюс. И никто не догадается, что ты зеленый как рога кроты. Ну так вот, да, был баг с последними этапами. Я не уверен пофиксят ли его в этот раз, так что скажу на всякий случай. Предпоследний этап требует убивать стражей из пистолетов пулеметов. Последний требует убивать супер атаки, при том что нарисован на задании. Греник, но прогресс в этот этап будет идти только за убийство опять же из пистолетов пулеметов. Такие дела, будь бдителен. Собственно, за каждый выполненный этап квеста тебе будут давать по одной шмотке из нового сета. Притом уровень силы этих наград будет выше твоего. Такс про квест рассказал, про награды тоже, хотя есть что добавить. За сыгранные матчи и за выполненные контракты Саладина, вы получаете специальные знаки. Токены ивента. Сдав которые лорду Саладину, вы сможете получать те же легендарные шмотки, пушки, а также улучшенные моды. Вот ради модов точно стоит пофармить эти самые токены. Глядишь, перезарядку на револьверы выбьешь. Или улучшенный захват целей для снайперки. Во время, когда ивент не активен, попытаться выбить эти моды можно лишь в сумрачном налете, по большому счету. А тут за победу дают 5 токенов, за поражение 2 или 3, по-моему. Ну и наконец, самое важное. Подборка самых главных советов о том, как играть в железное знамя, чтобы выигрывать. Особенно, если ты одиночка. Просто захватывай точки. Да, это не так сложно, как убивать врага, ну и не так весело. Однако, именно в том, что твои напарники пробегают мимо точек, и есть причина твоих поражений. Ведь особенностью контроля в железке, отличной от обычного контроля, является фишка с тотальным контролем зон и их блокировкой. То есть, в обычном контроле, даже если твой противник захватил все 3 точки, ты можешь прорваться на любую из них и начать отбивать зону. То в железном знамени, это не так просто. Как только одна команда захватывает все 3 точки, они блокируются на несколько секунд, 20 или 30, и ты не можешь их отбить и захватить. Так что просто начинается бойня. Команда, получившая контроль над 3 зонами, очень быстро получает ощутимый перевес в счете, и отыграться у ее оппонента шансов становится куда меньше. Так что помни, захватывай точки. Еще раз, захватывай точки. Вот так вот. Не дай бог я попадусь с кем-то из вас завтра в матче, и у вас будет 0 захваченных точек. В этом месяце Айран Банан начнется 5 ноября, а закончится 12 ноября, так что я крайне советую выделить этому делу хоть вечерок-другой. Не все же только в бесконечном лесу бегать, правда? Надеюсь, мой ликбез был полезен. Ну а если у тебя есть друзья, которые не участвовали в битвах под Волчьей Вой, кидаем это видео, чтобы знали, что к чему. Спасибо за просмотр, Страж. Не забудь подписаться на канал, и буду ждать тебя в следующем ролике. Счастливо! Страж. 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 Страж.